Военные пенсионеры протестовали сегодня в Киеве и в Ужгороде. Несколько тысяч человек вышли на улицы, их не устраивает размер пенсий. Какие выплаты, по мнению несогласных, были бы справедливыми в этой ситуации, разбиралась Юлия Жешко. У здания Минсоцполитики не протолкнуться. Возле ведомства собрались бывшие военные. Требует пересчета пенсий и льгот. Мы за то, чтобы были современные европейские подходы к выполнению тех так называемых льгот. Хотя я это слово с детства ненавижу. Льготы были в свое время у партийных чиновников. У то были льготы. А у нас это компенсация за потерянное здоровье. Протестующих тем временем становится все больше. К пикету присоединились люди с инвалидностью, чернобыльцы, шахтеры и ветераны МВД. Все вместе отправились к обмину. Хотят наш фонд социального страхования просто взять и уничтожить. Они наплодили инвалидов в праше. А с нами обращаются, ну, мягко сказано, как и с котами. Свои предложения с суммами соцвыплат передали правительству, отметив, если министр соцполитики снова проигнорирует требования, то он должен уйти в отставку вместе с подчиненными. Ну и у меня есть особистая требования. Я считаю, что премьер сегодня должен подписать освобождение заступника министра социальной политики Кранатовской. У меня есть записи телефонной разговоры, где она принижает афганцев, принижает шахтеров. Митинговали не только в Киеве. В Ужгороде военные пенсионеры провели акцию возле здания обл. администрации. Деньги на повышение пенсии и сохранение льгот найти можно, заявил нардеп Сергей Каплин. У нас есть понимание, где взять эти деньги. Надо оподатковать за большие зарплаты можно властью. Это руководство «Нафтогаза», «Укрзалезницы», и тех людей, которые поднимают и инициуют поднятие тарифов в нашей стране. Речь идет о законопроекте о снятии ограничений для единого соцвзноса. То есть нардеп предлагает обложить налогами официальных миллионеров. Юлия Жешко и Алексей Шматов. Подробности – телеканал «Интер». Редактор субтитров А.Семкин